rainbow english 4 класс учебник юнит 3 степ 3 упражнение номер 4 нам нужно будет завершить предложение с помощью местоимений в нужной форме то есть выбор у нас будет между двух местоимений главное не запутаться конечно с их переводом для этого у вас вот как раз отличная табличка что она рядышком то есть можно здесь все это дело повторить правда к сожалению переводов нет поэтому давайте мы все-таки вспомним чтобы здесь уже работали ну как бы точно зная эти все переводы и так у нас есть местоимения личные вот вы с них начинали ваше обучение там во втором в первом классе личные то что вы хорошо точно знаете это конечно те которые стоят в именительном падеже то есть я и он она это он или она для неодушевленных предметов или для там диких животных чтобы было легче давайте вот здесь мы еще обозначим вопросы на которые отвечают потому что некоторые начинают запутываться то есть смотрите вот эти вот местоимения отвечать на вопрос кто или что далее здесь же у нас идут уже эти же местоимения но они у нас склоняются как в русском языке родительные падежи винительные то есть смотрите у нас опять же тут может быть одушевленное неодушевленное да поэтому что здесь то же самое но я вот давайте неодушевленно не буду сейчас здесь перевод делать это слишком много всего получится я пишу давайте вот основные вопросы кому то есть я просто чтобы чему не писала понятно дело неодушевленные сюда же пойдут кого так что нам еще кому кого в принципе вот давайте вот так пока оставим то есть о ком о чем вот это все то же самое есть но вот основные это вот эти два падежа те которые вы будете встречать есть давайте теперь попробуем тренируемся в их переводе получается если ай это я томи это кому мне или кого меня то есть вот их основные как бы формулы хи он хим ему или его и так секунду кому то есть ей или ее и как мы поняли это он она то же самое но просто для неодушевленных предметов или для животных то есть то же самое будет ему или ей или его или ее то есть просто для немножко других предметов у и это мы ас это нас или нам ю это и ты и вы ну и здесь опять же куча переводов и вас и тебя и вам и тебе ну в общем вы поняли дэй они дэм это им или их то есть кого вы встретили их но у нас еще проблема есть притяжательные то есть то что кому то принадлежит мы вот ими выражаем то есть на вопрос отвечает ну можно грубо сказать чей то есть чей ковер май мой из его ковер то есть вот из этого путаница потому что смотрите здесь перевод его и здесь перевод кого встретили его хим то есть нужно разбираться или же это кому то что-то принадлежит или это кого то там что-то какое-то действие над ним произошло то есть соответственно это ее и это его или ее для неодушевленных то есть цвет стола с его цвет и цкала ауа наш и о твой или ваш и дэр их ну и вот теперь переходим к упражнению и если что будете вот так сверяться по вот этим вопросам сам за фаде из и драйва отец сэма водитель то есть потом что-то пропущено фаде из вас драйва отец водитель автобуса и вот и смотрим то есть получается нужно его отец водитель автобуса и теперь подбираем то есть вот этот вот хим его или вот этот из его конечно притяжательный то есть чей его отец так что мы конечно здесь выбираем так секундочку мы выбираем вот этот из из фазы так ну ладно в общем понятно да здесь мы вот так из фазы далее и афин тейкс он часто берет или отводит или с короче своего сына в гараж с ним то есть он часто берет своего сына или его сына его опять же то есть чьего его конечно из опять же в гараж с ним а вот теперь получается с кем то есть вот эти наши местоимения которые с падежом да вы с нашим русским может сказать согласуется поэтому вот идет with him то есть с ним второе уиси мэри мы видим мэри но мэри не видит кого нас итак смотрим кого вот оно да то есть тут конечно принадлежности никакой нет она не видит нас то есть она не видит ас третье миссис вилсон имеет но если дословно трех детей или у нее трое детей and often takes что-то сейчас выберем to the zoo и часто берет ну получается их в зоопарк их опять же вот эти переводы у нас одинаковые то есть there это их и them это тоже их но здесь конечно не принадлежность то есть чья кукла их а здесь имеется ввиду вот эти падежные слова то есть получается берет кого их то есть дам четвертое сэм лайкс компьютер сэм любит компьютеры шоу что-то пропустили your new компьютер то есть покажи если сначала глагол стоит значит мы командуем да то есть покажи ему получается твой новый компьютер покажи ему то есть вот кому это наши падежные поэтому show him your new компьютер пятое we have a new people мы имеем дословно нового ученика или у нас есть новый ученик в нашем классе в нашем здесь вот это вот как раз притяжательное местоимение то есть получается выбираем ауа класс читается кстати да тоже сложно а уа класс нейм из лизы получается ее имя лизе ну тут я думаю в курсе да что это конечно хеной по аналогии с майнейм из там петя то же самое хернием из лизы вы лайк мы любим или ну да тут по-русски не сказать так как в общем на самом деле нет давайте не на на самом деле то есть мы любим кого ее это опять же вот эти наши падежи то есть вы лайк хе просто переводится это она нам нравится если по-настоящему по-русски но здесь кажется вообще путаница будет поэтому давайте уж мы любим ее шестерка а в фаде сам тайнзе тейкс тудэсс cinema наш отец иногда берет нас в кинотеатр понятное дело если берет нас то это вот эти наши падежи пошли то есть ас